Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тейлим. Псалом номер 10. Ну, 10 это всегда очень важное число, это как бы новый переход, новый разряд от единицы. Это полнота, это цельность, и это все есть в этом псалме. Говорил Карда Вера, что если, это древний каббалист, если человек чувствует какую-то отдаленность от Бога, не может учиться, не входит в голову ничего, то читай его каждый день. Вообще, суть его в первых словах этого псалма. Зачем, Господь, ты стоишь вдали и отводишь взгляд в пору бедствия? А вот когда человек себя так чувствует, надо сразу читать этот псалом. Написано, что он помогает тому, в кого вошел рог ра, ну, плохой дух. Ну, раньше это было более понятно. Сейчас, ну, кому вожа под хвост попала или чувствуешь, что ты не можешь справиться со своими тертиками, вот это я так, в переносном смысле, вот надо читать этот стих тому, в ком находится, ну, плохой дух сейчас. Это написано, что это псалом, это великая молитва для всякого, кто находится в бедственном положении из-за врага. Вот чтобы как-то изменить ситуацию, читают этот стих. И вот читают также, когда кто-то испытывает по отношению к тебе чувства, ну, не любит тебя. Это уже не враг, ну, такой вот, не любит, может, даже ненавидит, но в силу обстоятельств ты должен с ними общаться, и тебе надо с ними встречаться, надо читать этот стих. И говорят еще, что в особо сложных ситуациях ставят стакан воды, 10 раз читают псалом, потом умывают лицо, руки и ноги, после этого встречаются с теми людьми, которые, в общем-то, не очень наши друзья. Пишет еще, Луцата писал, что, то, что мы говорили вначале, когда ты чувствуешь, что Бог не с тобой, как бы, в переносном смысле, когда ты чувствуешь отрешенность, это самый лучший псалом для этого. Написано, что в этом псалме есть силы разбудить, что называется, ну, как бы, направить нашу голову в правильном направлении, то есть немножко выровнять мозги наши. И, соответственно, пишут в древних источниках, что он помогает от боли в шее, когда у человека болит шея, не дай бог. Написано в сути этого псалма, что суть Бога скрыт от людей, от глаз человеческих. И вот все эти случайные обстоятельства вокруг, все думают, что не видно этого. И поэтому злодеи, которые просто служат орудием его, его, его царского гнева, они заносчиво полагают, что они управляют миром, они вершают судьбами людей. И, к сожалению, сначала выносятся решения на небе. Поэтому, читаясь в этот псалом, мы начинаем это понимать. Еще читают этот псалом те, кто хочет наладить отношения в семье, чтобы мир установился в доме Шломбайт. Спокойствие и благополучие тоже очень полезно читать этот стих. Ну, псалом. Вот, пожалуй, все о небольшом, но очень важном псалме номер 10. Прохав и отслыхав.